Планет Бейс Планет Бейс Планет Бейс Среднего размера планеты пустынного типа с высокой концентрацией CO2 в атмосфере, которая частично защищает от метеоритов и солнечных вспышек. характеристики. Количество света. Так, здесь у нас высокая. Солнечные панели у нас будут работать на полную мощность. Плотность атмосферы высокая. Пригодно для ветрогенераторов. Это тоже хороший плюс. Так, на планете большие песчаные бури. Но маленький шанс падения метеорита. Слушай, ну, в принципе, напоминает Марс. Давайте так и назовем эту планету Марсом, да? Так, ну что ж, отлично. И теперь нам нужно выбрать наше местоположение. Ну, я не знаю. Давайте где-нибудь в средней полосе. Желательно там, где нету особых каких-то гор или скалистой местности. Ну, примерно тут, я думаю. Я думаю, здесь посадка будет нормальная. Ну что ж, начинаем. Наши первые колонисты прилетели на планету Марс. И это здорово. Все живы-здоровы? Да. По-моему, да. Все отлично. Все хорошо. Первый землянин ступает на поверхность Марса. Так, а сколько у нас колонистов? Три, шесть, семь колонистов. Оу, да у нас еще и два робота. Это здорово. Итак, что же нам нужно в первую очередь построить? У нас очень мало времени. Наши колонисты могут умереть от голода и, конечно же, от нехватки кислорода. Так, нам нужно, наверное, сразу построить шлюз. Давайте вообще сразу посмотрим местность, на которую мы приземлились. В принципе, очень хорошая местность для строительства, для дальнейшего строительства, развития и всего прочего. Можно, в принципе, расстроить базу в эту сторону в следующей серии, допустим, либо сюда и продолжать туда. Шанс падения метеоритов. Ты видел это? Так, ну что же, давайте начнем со шлюза. Я не знаю. Давайте попробуем. Давайте разместим здесь. Так, шлюз. Что нам необходимо успеть до ночи? Генератор кислорода. Генератор. Так, внешние сооружения. Площадка. Слушай, так. Ага. Для расширения базы солнечная панель. Так, ну что же, давайте сначала построим, наверное, энергоколлектор, который у нас будет собирать все электричество с наших солнечных панелей. Наверное, примерно вот в этой области. И сразу нужно поставить... Так. Солнечная панель. Наверное, средний. Средний. Вот такую солнечную панель. Так. Почему-то она у меня не может присоединиться к нашему шлюзу. Подожди. А, возможно, нам нужно соединение. Соединение. И вот теперь можно солнечную панель доставить. Ну, где-нибудь, наверное, вот стоя. Вообще, в этом районе было бы офигенски расстроить какие-нибудь, построить медицинские центры и все прочее. Так, большая солнечная панель. По материалам у нас 32 металла. Да, нужно экономить. Экономить наши материалы, наши средства, что мы привезли с собой земли. Так, обязательно соединить все это дело. Так, генератор кислорода. Также, наверное, я буду сразу ставить его средним. Примерно, примерно, ну. Слушай, почему я... А, подожди. Он соединяется у нас только со шлюзом. Хорошо. Я думаю, вот это вот отличное будет место расположения его. Так, что нам еще нужно? Энергоколлектор у нас есть. Экстрактор воды. Все правильно. Наши же колонисты не должны умереть от нехватки воды. Правильно? Так, ну, в принципе, логично к энергоколлектору его присоединить и наверное, к самому, я думаю, вот так вот к шлюзу здесь. Давайте все это соединим. Так, отлично. Вообще, по идее, здесь должен быть проход, но почему-то он до сих пор не... А, подожди, нет, все, все, нормально, все, сейчас его будут строить. Так, у нас солнечная батарея заработала. Отлично, и теперь, теперь, теперь нам нужно... Так, все, нормально, у нас идет накопитель, у нас электричество набирает, короче, электричество, ну, то есть свет от звезды, которые рядом с этой планетой, если что, ночью у нас все будет работать, все функционировать, наши колонисты не замерзнуты и не умрут от нехватки кислорода, могут зайти спокойно в шлюз и заправить свои скафандры. Так, экстрактор воды, так, металлы, хорошо, что у нас есть? Так, нам нужно, наверное, так, шлюз у нас построен, генератор кислорода, столовая, вот биокупол, наверное, я думаю, в первую очередь нужно построить, офигенская вещь, я потом вам расскажу в дальнейшем, что он из себя представляет и что, для чего он нужен, ну, наверное, средний, 5 металла и 5, я так понимаю, это пластик, да? Так, генератор, что? Генератор кислорода без воды? Так, давай, наверное, сразу ставим здесь наш биокупол. А, вот сейчас будет соединение, электричество есть и сейчас у нас, в принципе, генератор кислорода, в генератор кислорода должно поступать электричество и да, и у нас в шлюзе также есть уже кислород, то есть наши колонисты уже, в принципе, ночь смогут спокойно провести, заправить скафандры и, ну, пока что придется им, конечно, спать, блин, прямо-таки внутри проходов и всего остального. Так, наши колонисты, что мы имеем? Что мы имеем? Я хотел посмотреть по статистике, по статистике, кстати, подскажите, господа, где здесь смотреть статистику. Так, управление базой, колонисты, не то, статистика. Так, у нас 7 колонистов, 3 рабочих, 2 биолога, 1 инженер и 1 медик, прекрасно. Так, наверное, солнечную батарею ночью, наверное, можно отключать, чтобы она лишний раз не использовала энергию, которую мы накопили в энергоколлекторе. В принципе, ну, не знаю, можно было бы построить пока маленькую солнечную панель, но, ладно, не суть дела. Так, что у нас? Генератор кислорода. Так, по постройкам. Давайте, давайте продолжим дальше наше строительство. Ветрогенератор нам пока что не нужен. Да, здесь, в принципе, как, насколько мы видели, читали описание планеты, здесь дуют хорошие ветра и поэтому здесь прекрасно будут работать ветрогенераторы. Заряд электричества в накопитель будет идти обалденный просто. Так, вот, подожди, стой. Давайте включим вот эту систему, отображать купола. Построен биокупол, прекрасно. Интересно, мне почему не светит свет вот в шлюзе, да, допустим? Непонятно. Ага, вот, то есть, теперь есть он. Ну что же, ладно, давайте посмотрим, что мы сможем разместить внутри биокупола. Так, смотри, мы можем посадить, в принципе, это что у нас? Стой. Сосна. Ага, то есть, стой. Производит кислород в дневное время. Отлично. Ну что же, давайте, наверное, посадим одну пока что и дуб. А, и, кстати, наши колонисты будут расслабляться в свободное время, глядя на все это прекрасное действие. Они будут представлять, что они на земле. Так, нам нужно что-то с пропитанием связанное. у нас есть... Подожди, сколько у нас биологов? Я уже не помню. Мне нужна, мне нужна, блин, статистика. Мне нужна статистика. Так, два биолога. Два биолога. Отлично. И что же мы посадим? Ну, наверное, стеллаж с картофелем. Вообще, по идее, картофель, картофель, он у нас плодится просто везде и всегда, куда только не кинь, и плодится в очень большом количестве, поэтому, я думаю, это самое будет нормальное пока что его высадить. Стеллаж с пшеницей. Давайте, наверное, пока два стеллажа с картофелем. Я думаю, это будет хороший, прекрасный урожай. Так, и нам нужно, нам нужно так, шлюз у нас, это понятно, это мне пока не надо, биокупол, общежитие, столовая, вот, вот, столовая, ну, наверное, пока что маленькая, у нас не так много колонистов на планете Марс, блин, я забыл включить солнечную панель, так, давайте построим столовую, как нам ее соединять, в принципе, здесь, так, вот здесь можно будет офигенски потом расстроиться, можно построить еще один шлюз, ну, давайте пока что поставим, наверное, вот так, что ли, оставим здесь проход для чего-нибудь другого, так, все это мы соединяем, по-быстрому можно ускорить, в принципе, время, падают астероиды, ого, посмотри, какое было падение, так, у нас отлично, построены уже два стеллажа, и что нам это будет давать, неплохо, крахмал, крахмал, я пока что не знаю для чего, но здесь можно множество компонентов, которое будет у нас выдаваться, множество компонентов можно будет перерабатывать, так, вот, да, столовая, мне нужно срочно построить столовую, потому что наши колонисты они имеют свойство кушать и пить по материалам, по материалам у нас в принципе пока что все нормально, все хватает, но это все остальное мы будем строить с вами, ребятки, в следующей серии, если вам понравится данная серия, ребята, мы будем продолжать снимать прохождение Planet Base, сегодня у нас просто такая высадка, как бы сейчас мы построим столовую, поставим спальни, наверное, и на этом серию, думаю, с вами закончим, так, проход у нас должен быть готов, отлично, вода, что у нас по воде, так, влаговыделение 376, ну, в принципе, нормально у нас и копится все прекрасно и дает на отдачу, так, столовая, столовая, питьевой фонтанчик, можно где-нибудь вот здесь забабахать, так, что, изготовитель еды, ага, понял, делает блюда из овощей и всего остального, ну, что ж, ладно, неплохо, самое печальное здесь, это то, что компоненты все необходимые, знаете, нельзя как-то повернуть, развернуть, я не знаю, ну, я после видео посмотрю в настройках, возможно, это все не так, как я думаю, по идее, все можно здесь разворачивать, наверное, крутить, так, вот этот холодильничек мне нужно где-нибудь поставить, давайте вот здесь и поставим здесь вот такой цветочек, дабы это приносило уют нашим колонистам, так, еще мне нужен, наверное, нужны столы на 4 персоны, я думаю, это будет достаточно пока что, так, прекрасно, столовая готова, все колонисты пошли сразу утолять жажду, и теперь они все хотят у нас, блин, спать, сейчас они у меня будут ложиться прямо вот где только увидят свободное место, так, построен изготовитель еды, по идее сейчас колонисты должны в дальнейшем будущем должны сюда приносить все блюда, которые у нас есть в нашем потенциальном шаттле, на котором мы спустились, да, скажем так, вот, ну а потом вот то, что биологи будут собирать, видишь, биологи уже работают полную мощь, да, и у нас будет первый урожай, такс, ну что же, ладно, давай построим так, биокупол, это не то, склады, пивбар, ты издеваешься, такс, внешнее сооружение, стой, вот, вот наше, это общежитие, это общежитие, не знаю, стоит ли его строить сразу большим, пока, наверное, разместим его маленьким, и вот, кстати, можно вот здесь, смотри, где-нибудь вот тут, примерно, разместить вот так вот общежитие, я думаю, да, будет прекрасный такой вариант, так, отключаем солнечную батарею, наверное, соединяем вот здесь, так, а здесь нельзя соединить, подожди, мне был вариант, по-моему, соединить здесь, ну что же, ладно, хорошо, напрямую соединить с экстрактором воды, нет, пока не буду, так, давайте ускорим, ускорим немножко время, наши колонисты медленно как-то передвигаются, в смысле, вы перетащили еду, а, что? с шаттла? Вы издеваетесь? Да, вот я о чем вам, ребята, говорил, видите, колонисты, короче, легли, где попало, все уставшие, конечно, загнали на чужую планету и требуют с них, чтобы их уже тут, короче, расстроили они просто колонию, поселение, за какие-то два соло, которых уже вот только что буквально прошло, по-моему, две ночи прошло, так, бедные мои колонисты, мне не нравится, что они спят на полу, давайте поставим, наверное, построим, так, самое главное, следить за материалами, у нас, кстати, есть крахмал, а, вот из крахмала, по-моему, в дальнейшем можно производить пластик, но пока колонисты отдыхают, набираются сил, наши роботы работают в полную мощь, но вот, кстати, им тоже требуется ремонт, то есть, они не вечные, не вечные, такие же не вечные, как и люди, имеют свойство ломаться и все прочее, так, что у нас по стеллажам, по стеллажам, так, биологи работают, все прекрасно, производится, я так понимаю, это вообще морковь какая-то нарисована, но это, на самом деле, это картофель, что у нас по запасам, оу, по-моему, даже наши овощи, которые мы уже воспроизвели на Марсе, это очень здорово, так, а кто-нибудь может починить вот этого робота, я думаю, что да, наверное, сами инженеры, которые у нас присутствуют на Марсе, они будут заниматься ремонтом данных роботов, ну, что же, вот так вот, такое неплохое начало, я думаю, третий пошел в Сол, это тоже неплохо, такое неплохое начало, в принципе, самое необходимое, что человечество должно сделать при высадке на чужую планету, на планету, где, возможно, можно начать новую жизнь, мы с вами сделали, у нас есть полноценный накопитель воды, вернее, экстрактор воды, накопитель энергии, солнечная батарея, экстрактор кислорода, плантации свои, такие, биокупол, живой, столовая и плюс спальня, наши колонисты, в принципе, наверное, довольны, можно рассмотреть, можно посмотреть по состоянию, по ихнему, да, в принципе, все нормально, уют, настрой, настрой, ну, можно мы им забабахать какой-нибудь еще телевизор в дальнейшем, столовой, чтобы они смотрели все, что происходит на планете Земля, ну, что ж, ребятки, если вам понравилось данное прохождение, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дам не пропускать наши новые видео, всем пока, до новых встреч, пока.